Приблизительно в третьей неделе жизни у ребенка появляются колики. Это состояние часто сопровождается расстройством стула, и у ребенка появляется или понос, или запор. Сейчас мы с вами поговорим о запорах. Для начала надо определиться, как часто новорожденный ребенок должен какать. Если это происходит в первые дни жизни малыша, то это может быть один-два раза в сутки. И сначала у ребенка отходит меконий. Это первородный стул, который формируется тогда, когда ребенок находится еще в животе у мамы. После рождения малыша меконий отходит в первые двое суток. Меконий черный по цвету и вязкий по консистенции. Потом у ребенка стул становится желто-зеленого цвета. Он более разжиженный, неоднородный по консистенции. Он может быть с комочками непереваренной пищи, немного со слизью. Это так называемый переходный стул. Он бывает где-то у детей с третьего по седьмой день жизни. Далее стул становится желтого цвета. Он кашицеобразный, однородный по консистенции. Изредка могут быть белые комочки непереваренного молока, кисловатый запах. Иногда стол может становиться зеленого цвета, но не постоянно. И частота такого стола до 7 раз в сутки. Но это во многом зависит от того, на каком питании находится ваш ребенок. Если малыш получает исключительно грудное молоко, то количество дефекации может быть диаметрально противоположным. От того, что ребенок какает каждый раз после прикладывания груди до 1 раза в 2, а то и 3 дня. Это бывает в том случае, когда все полученное ребенка молоко полностью переваривается. Но в этом случае надо следить за поведением ребенка. Если у ребенка при этом не болит живот, он не беспокоится, и стула нет 2 дня, то в принципе это норма. Но все-таки на третий день надо постараться добиться, чтобы ребенок покакал. Если ребенок находится на искусственном скармливании, то стол у него обычно бывает 3-4 раза в сутки. Но запор – это не только редкий стол, но и трудности во время испражнения. Ребенок сильно тужится, краснеет лицо, кряхтит, плачет, чем вызывает огромное беспокойство у родителей. Итак, необходимо наладить регулярный стол у ребенка. Как этого достичь, зависит от того вида скармливания, который получает ребенок. Если ребенок находится на грудном скармливании, то в первую очередь необходимо наладить диету мамы. Для этого добавить в диету фрукты и овощи, которые обладают послабляющими свойствами. Во-первых, чернослив или свежие слива. Это может быть свареная свекла. Огурцы и помидоры. Но необходимо помнить, что все-таки, во-первых, когда мама начинает кушать в большом количестве салата из помидоров и огурцов, заправляет зеленью, чего желательно не надо делать, когда мама находится на грудном скармливании, это первые дни жизни ребенка, заправляет этот салат растительным маслом, то это может даже не принести того результата, который бы хотелось. Даже может спровоцировать усиление колик и ухудшить состояние ребенка. Поэтому желательно помидоры и огурцы в питание кормящей мамы добавлять по раздельности. Также послабляющим действием хорошим обладает томатный сок. Применяют его приблизительно по одному стакану за 20 минут перед едой, желательно до завтрака. Но необходимо помнить, поскольку томатный сок делается из помидор, помидор это овощ красного цвета, на него может быть аллергическая реакция. Поэтому, чтобы не спровоцировать аллергию, не нужно начинать прямо с целой дозы, с целого стакана, а желательно начать со 100 мл, где-то это приблизительно полстакана, за 20 минут перед завтраком. Необходимо также помнить, что в диете кормящей матери должно быть достаточное количество питья в день. Это не менее 1,5-2 литров. И конечно же нужно помнить, что если ребенок находится на грудном скармливании, то стул у него отличается от стула искусственника. Стул у ребенка, находящегося на исключительно грудном скармливании, он более разжиженный. Это для него норма. Если ребенок находится на искусственном скармливании, то запор может быть при этом, но если запор это не однократное явление, а бывает регулярно, то в этом случае все-таки надо попробовать поменять смеси. Во всех линейках детских смесей обязательно имеются смеси, которые способствуют регулярному стулу. Если брать линейку фриса, то это, например, смесь фрисовом. Если это линейка нутрилон, то это могут быть такие смеси, как нутрилон комфорт или нутрилон кисломолочный. Если это линейка нан, то это смеси такие, как нанкомфорт, нанки кисломолочный, нестажен. Но прежде чем поменять смесь, все-таки необходимо проконсультироваться с участковым педиатром или тем врачом, который наблюдает ребенка, поскольку у смеси есть свои особенности. Например, кисломолочные смеси все-таки нежелательно назначать постоянно ребенку. Лучше, если у ребенка будет какая-то базовая смесь, например, нан-1 или нутрилон-1, а два раза в день, утром и вечером, вы ребенку дадите кисломолочную смесь, но желательно, чтобы эта кисломолочная смесь была той же линейки. Кроме того, ребенок при искусственном скармливании должен обязательно дополнительно получать питье. Это должно быть приблизительно 100 мл в день. Вода должна быть кипяченой и ни в коем случае не сладкой. Если все-таки у ребенка случился запор, то ребенку нужно помочь следующим образом. Во-первых, нужно начинать с физических методов помощи, такие как выкладывание ребенка на живот, выкладывание, массаж живота, причем он осуществляется при поглаживании живота по часовой стрелке вокруг пупка, либо поглаживании животика сверху вниз. Также вымогает такая процедура, как велосипед гимнастика. Выкладывание ребенка на грудь матери или даже папы. Когда ребенок полностью раздевается, максимально нужно, если ребенок находится в подгузнике, максимально его подвернуть, раскрывается грудь отца или матери, и ребенок полностью кожа к коже выкладывается на грудь родителя. И сверху накрыться полотенцем или пеленочкой. В этом случае ребенок находится на родителе как на грелочке, он согревается, кишечник расслабляется, у ребеночка начинают выходить газы. Ребенку с родителем комфортно, ребенок успокаивается. Поэтому про такую процедуру не забывайте и почаще привлекайте к этой процедуре супругов. Как я сказала раньше, запоры появляются у малыша на фоне колик. И к этому времени мамы обычно уже используют весь арсенал препаратов от колик, такие как эспомизан, сапсимплекс, бабодик. Эти препараты, безусловно, хорошо выют газы, но на запоры они никак не действуют. Единственный препарат от колик, который одновременно помогает справиться с запорами, это бэйбекалм. В его состав входит укроп, который хорошо убирает газы из кишечника, поэтому детям при коликах рекомендуют пить укропную ловичку. Также бэйбекалм содержит масло мяты, которое успокаивает, масло аниса, которое стимулирует кишечник. Но необходимо перед употреблением обязательно прочитать инструкцию, потому что нужно то вещество, которые содержатся в бутылочке, перед употреблением обязательно развести водой. Это все написано в инструкции. Но и максимальное вообще использование этого препарата очень индивидуальное дело, поскольку некоторые дети очень сильно начинают реагировать на данный препарат, поэтому рекомендуют использовать его не сразу максимальной дозировке, максимальная дозировка по 10 капель 6 раз в день. И для того, чтобы у ребенка не было чрезмерной реакции на данный препарат, то начинать с меньших доз, например, по 5 капель 3 раза в день. В последующем, если вы не видите эффект, то как раз увеличить постепенно дозировку до 10 капель 6 раз в день. Можно, конечно, использовать препараты, которые содержат в своем составе лактулозу, которые стимулируют кишечник, стимулируют рост бифидо- и лактобактерий в кишечнике, нормазы, дефолак, лактусам, но эффект не будет сразу, а ребенку помочь хочется в тот момент, когда у него есть проблемы. Поэтому ребенку можно сделать клизму. Поставить газоотводную трубочку. И обычно даже бывает, когда ребенку ставят газоотводную трубку, вот это раздражение ануса способствует тому, что у ребенка сразу стул отходит. Иногда все-таки приходится прибегать к постановке клизма, но иногда эта процедура вызывает некоторый страх у родителей, потому что действительно есть некоторые технические особенности при постановке клизма. Во-первых, количество жидкости, которое необходимо ввести ребенку. А это приблизительно 10 мл на килограмм. Это минимальное количество воды, которое должно быть введено ребенку. Так вот, если посчитать, то если ребенок 3 кг, то ему нужно на этот момент ввести приблизительно 30 мл воды. А если взять вот этот баллончик, объем которого 15 мл, то нужно будет ввести ему 2 объема таких, что безусловно может вызвать страх у родителей при выполнении этой процедуры. Нельзя ни в коем случае, чтобы попадал воздух в кишечник ребенку при постановке клизмы, но и вода, она должна быть комнатной температуры. Она не должна быть чересчур теплой, горячей или наоборот холодной, иначе вы не добьетесь результата у ребенка. Это может быть либо обычная кипяченая вода, либо физраствор. Если вы все-таки боитесь делать вот такую процедуру с использованием вот такого баллончика клизмы, то можно использовать либо микроклизмы микролакс, либо глицериновые детские свечи. И тот, и другой препарат очень хорошо помогают новорожденным детям, и результат мы видим моментально. Какие особенности при постановке микроклизмы микролакс? Используется данный препарат с рождения у детей, но необходимо помнить и знать, что в составе данного препарата содержится цитрат натрия, это соль лимонной кислоты, которая сама по себе может вызывать небольшое раздражение, чувство жжения у некоторых детей. И что получается? Мама делает ребенку такую микроклизму. У ребенка появляется чувство жжения, и он начинает очень сильно плакать, пусть мама, естественно, волнуется. Это, конечно, проходящее явление. Ребенок прокакает, прокакается, раздражение пройдет. Но если ваш ребенок так реагирует на данный препарат, то лучше его не использовать. А использовать глицериновые свечи, это должны быть именно глицериновые свечи для детей. Помните, пожалуйста, что клизмы – это крайняя мера. И выполнять ее ни в коем случае нельзя ежедневно. Прибегать к ним нужно не чаще, чем один раз в 2-3 дня. И стараться наладить регулярный стул у ребенка с помощью диеты кормящей мамы или поменять смесь ребенка, но и, безусловно, физических методов помощи, таких как массаж живота, выкладывание ножевое. Всего вам хорошего!